Что нам предлагают на сегодняшнем стриме еще? Продюсер от Бай Гор Оушен. Как минимум, как минимум, мы видим вот это, да? 1540, посмотрите, с планеты Земля. Хорошее начало. А точнее, с ее сухой части. Насколько сухой, бро? Насколько? Можно понять именно это. Заявление самоисполнительное, но точно ли он с этой планеты, никто не знает. Солидно. Танцевальный поп-трек под бит старого нового жанра Нью-Джерси. Мелодичный рисунок вокалиста, также присутствует смысловая нагрузка, раскиданная по всему треку. Основным смыслом композиции автор заложил любовную историю с девушкой, которую он добивался, но она его не воспринимала всерьез. В-серьез! Но после того, как автор повзрослел и поставил свой фокус на развитии заработок, девушка сразу начала проявлять интерес после первых увиденных результатов. Автор повез она это. Но история оказалась из жанра фейк-лов. Сколько времени занимается автор музычкой в целом? Первый трек. Первый трек на площадках от этого человека. 1.46 длится композиция. Первый трек от этого никнейма. Не знаю, может быть это смурф. И по факту у нас какая-то история с... Крутым звучанием. Гороушен как минимум мы видим, да. Ну, смотрим Money Trip. Не с этой планеты. Говорят, что такое возможно. Хотя он утверждает, что с этой. Let's go. Да? Деньги дают мне дорогу, смотри, прям в лицо. Как ты был броком, хай, и было похуй все. Окей, бро. Просто в часами ответишь, как ты и что. Новый игрок у нас, дай. Не смурф. Окей. Окей. Ты реально этого хочешь. Поддай друг другу любовь, и для нас это не сложно. Знаешь, я бы отдал все, чтобы подарить тебе дочку. Знаешь, очень странно, но это любовь и точка. Знаешь, если я умру, я бы замещал тебе пачку. Тебе идите на старые места золотые цветочки. Золотые цветочки. Я как фи... Бля, давай заново все. Не натирую. Деньги дают мне дорогу, и на это все. Очень сложно, брат. Молчите. Деньги дают мне дорогу, и на это все. Знаешь, если я умру, я подарил тебе пачку. Ты висы рядом, лежал в ручке с очки. Я бы тебя любил, если бы ты была сутка. Я бы тебя любил, если бы ты была мэра с точкой. Я не могу без тебя. И я хотела... Да. Да. Даже если бы ты была тиром. Да. Так. Здесь у нас человек, которому требуются рекомендации, вероятно. Это действительно начинающий артист, который решил сделать вот первый трек. Битоз от именитого, да, артиста, продюсера, точнее. Свидос не самый лучший. Вот эти все гличи, которые типа гличи, да, должны быть. Но вот здесь не очень, да. Капа не почищена у нас в видосе. Очень много шипящихся биллиантов. В целом звучит очень слабо. Другой любовь и т.д. Сложный стиль в целом. Вот эта вот тема, да, вот здесь, как Скалли, Рома или Будда. Заново. Это все должно быть очень по-настоящему. Очень сильно. Даже если ты реально не сбиваешься, ты должен уметь делать это хорошо. То есть здесь куча попыток, большая куча попыток вещей, которые у тебя, к сожалению, не получат. Тебе нравятся, а не ты кайфуешь от них, но у тебя они не получились, да. К сожалению, бро. Это проблема. Поэтому слабовато на самом деле. Спасибо тебе большое, женой мой любимый. Я думаю, что передо любого Скалли я приду поем. Я думаю. Сейчас мы посидим спокойно, поразбираем трючочки. Потом я приду нормально, пожру. Потому что мы достаточно много времени уделили на просмотр и эмоции, да, вообще в целом энергии. Кайфанули максимально. Не знаю, видео, да, видео, да, жесткое. Это было вообще жестко. О, дэм! Бля, устроить, надо устроить сейчас, надо устроить конкурс, да. Прямо сейчас, короче. Да, надо устроить конкурс. Короче, да. Бля, можешь конкурс вам устроить? Я думаю, что да. Сейчас, бро, мы вернемся к твоему треку. Сейчас. У вас есть ровно минута, после того, как я скажу гоу, у вас есть ровно минута отгадать, что я жру. То есть у меня тут есть бананы, мандарины и еще кое-что. У вас есть ровно минута, и кто угадает первый, тот сможет заказать трек бесплатно. Гоу. Что это такое? Бля, вот ты мерзкий пиздец, сразу угадал. Все, он уже угадал. Подожди, бро. Санчек, да? Сан7ЕК. Кидже, проверь, пожалуйста. Проверь, пожалуйста. Бро, Сан7Чек, напиши в личку канал, да, РЗТ, со своего этого ника, и закажи любой трек, и мы разберем его либо в конце этого стрима, либо завтра, вне очереди. Да. Неплохо. Неплохо. Да, такая вот халява. Просто ни разу не жрал нас на трансляцию, да, подумал, вдруг вы, бля, проебетесь. А вы мерзкий. Респект. Респект. В личку напиши, бро, в личку. Бля, еще минуту целую дал, да? Бля, не успел, вообще время начаться даже, он уже разъебал. Фейхуада, конечно же. Правильный ответ. Возвращаемся, бро. Возвращаемся к твоему треку. Сложный стиль. Реально, сложный стиль. Смотри, прямо в лицо. Тут совокупность. Почему, допустим, кажется, да, что Херан Уотер несет хуйню под бит? Просто несет хуйню, и это так просто сделать. И как это дерьмо, типа, может взорвать. Суть в том, что это совокупность очень многих факторов. Нахуй я делал наушники, непонятно. Хотя, думал, буду переслушивать. Сейчас расскажу, потом переслушаю. Фактор номер один очень важный. Живость и харизма. Потому что подавать рафлянский текст без живости и харизмы невозможно. Но подавать харизматично рафлянный текст без техники, не имея возможности своим речевым аппаратом передать это все на скорости, у тебя тоже получится хуйня, бро. Будет не нативно, не живо, без погружения. И все. И плюс еще написать хороший текст. Это фейм у Херан Уотера и у Скарли, да, вот у ребят, которые такое, это абсолютно заслуженный фейм. Абсолютно заслуженный. Там кто вот тоже делает, вот же Будда, там 163-й, там Детройт какие-то угарные вещи, да, это абсолютно заслуженный фейм. Люди, которые слушают это первый раз, они такие, какую-то хуйню в бит несут, я тоже так могу. Пробуют и обсираются, пробуют и обсираются, пробуют и обсираются. Вот. А новички тоже почему-то думают, что это просто. Ты должен уметь быстро читать точно. Должен знать острые панчи, как сделать красивые. И должен все это донести очень харизматично и живо. Только тогда это сработает. То есть ни один из этих трех элементов, текст более или менее реализован, остальные элементы слабые. Еще свести это все надо очень хорошо, да. Сведение очень среднее, гличи, все задумки. То есть придумано более-менее по звуку, да, как это должно стоять. Но реализация очень средняя, очень начинающего артиста. Да, и по звуку, и по реализации, и по харизме, и по тексту. Прям вот, вот, прям начало, бро. Да, прям начало. Вот так вот. Давай оценим тот трек. Написано следующее, да, у нас тут. Я же читал, да. Флом, привет, бро. Дропнул первый трючок, жанр староват, но в нем заложено больше, чем звучание. Трек такой-то. Ага. Ну, я говорю, текст, да, текст, бро, текст. Более-менее ты показал текст здесь. Угу. Более-менее ты показал по тексту. Угу. Слушаем еще разок. От одного до десяти чат, что думаете по этому поводу? Угу. Деньги дают мне дорогу, смотри, прям в лицо. Когда был броком, ха, я была похуй все. Когда был броком, ха, я был броком, ха, я был ха, я был ха, я был ха. Все вот эти вещи, ха, ха. Когда был броком, ха. Была похуй все. Все, в общем, не погружаешься, бро, очень. Что касается погружения, два, три. Два, три, да. Трендовая актуальность, джерси, вроде как пять, да, мы ставим? Я думаю, мы ставим пять. Я думаю, что да. Вроде пять. Вроде пять. Вроде пять. Деньги дают мне дорогу, гейн, это все, день, 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 и все. Деньги дают мне дорогу, гейн, это все. Плохое, неплохо расположил, придумал, нормально. Я подарил тебе бочку. Восемь даже тебе бочка. Денги дают мне красавицу, дай мне, я по тебе любил, я по тебе любил. Я по тебе любил. Неплохие контрасты ты придумал Но Очень плохо реализовал На 4 здесь 2 Здесь 1 балл Очень сложный стиль ты взял Мысль о том Что это такая халявная история Очень обманчиво Это то же самое Кататься по ровному кругу Кажется очень просто Но это просто для всех Поэтому залететь туда очень сложно А здесь это сложно для всех Спасибо большое Надеюсь это было полезно Из того что надо прокачивать Либо дикцию прокачивай Если хочешь дальше быть на скорости Либо прокачивай какой-то Один форматор читатива Который был бы понятен Как сегодня трек мы Гонфлада слушали Там сумасшедшее разнообразие Но для этого он прошел тот путь который прошел Поначалу начиная с какого-то Одного более понятного стиля Как и все артисты В общем-то Какое-то фирменное флоу умеют Вот это Это все Неживо пробовала Жанр на более актуальный Да мы можем в любом жанре делать Хоть в бумбепе Хоть в чем Олдскул Бумбеп Кантри Что угодно Но это должно Тебе быть по кайфу Ты должен верить в это Ты не просто должен делать трек А ты должен вот говорить Все что там Все что там звучит Происходит Спасибо бро Спасибо 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 Спасибо